Велосипед 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 картинки с видеокамер, данные со спутниковой навигации. Отсюда инженеры, программисты, диспетчеры могут управлять техникой, могут исправлять какие-то ошибки, могут переводить технику в ручной режим, а также отрабатывать новые сценарии и ставить новые задачи по обработке необходимых участков полей. Те, кто в сельском хозяйстве уже давно признают, не то чтобы мечтать, представить когда-то себе такого даже не могли. И сегодня готовы брать роботы на вооружение. Беспилотная техника в поле должна в значительной степени повысить эффективность фермерских хозяйств. В этом уверены не только создатели агробота, но и ведущие агропредприятия. Очень эффективно, ведь когда мы работаем просто техникой, физически человек сидит, то есть перекрытия какие-то, есть какие-то перезатраты нормативов. А здесь все автоматизированно и работает очень четко. И мы получаем продукцию, понятно, что значительная низкая себестоимость. Но если добавить качество, то мы абсолютно конкурентоспособны. А второе, в чем уверены фермеры, именно инновационные решения помогут привлечь в сельское хозяйство высококвалифицированные кадры. Нельзя тогда говорить о том, что село умирает, потому что туда никто не идет. Я думаю, что в село будет очередь, кто может устроиться на селе не только на работу, но и жить. Для самих фермеров немаловажное качество – окупаемость. Впрочем, разработчики говорят, что затраты окупаются в течение двух лет за счет повышенной работоспособности. В прямом смысле слова машины пашут и днем, и ночью. На сегодняшний момент мы видим следующую модель. Десять работов будет управляться двумя операторами. Это управление может занимать по времени 24 часа в сутки. Два оператора одновременно могут контролировать работу десяти тракторов. Исходя из того, что два оператора будут заменять с собой 10 трактористов, в результате чего произойдет экономия по фонду оплаты труда и выше названных параметров. Уже сегодня первые в своем деле готовы переместиться из кабины трактора в диспетчерский центр. Андрей – двукратный победитель чемпионата страны по пахоте. Трактор-робот разглядывает с интересом. Качественно, добросовестно выполнять свою работу. Когда ты просто по полю едешь, и ты все равно, если будешь стараться ехать попрямее и качественно выполнять свою работу, не закрывать глаза на всякие небольшие недочеты. Если этот трактор покажет себя очень хорошо, зарекомендует себя в поле, тогда действительно я бы переместился в диспетчерский центр. Задача этих испытаний – отработать в этом сезоне полный цикл посадки озимой пшеницы, чтобы в следующем году уже собрать урожай. Планы на ближайшее будущее – полностью автоматизировать систему сбора и обработки урожая. По словам разработчиков Агробота, им понадобится два года, чтобы окончательно устранить все недостатки конструкции и начать поставки сельхозпроизводителя. Алена Куколева, Игорь Глотов, селекомпания «Город». Выборы прошли, а ямы во дворах города остались. Ремонт во время предвыборной кампании коснулся только главных дорог. Во дворы даже и не заглянули. Зато рязанцы не отчаиваются и своими силами заделывают те выбоины, которые оставили без колес ни один автомобиль. В интернете появились фотографии, на которых видно, как яму засыпали гипсовыми челюстями. Засыпали яму подручными материалами. Жильцы помогают местному ТСЖ кто чем может, написал автор снимков. А время запломбировать ямы во дворе этого дома на самом деле пришло давно. Сюжет про асфальтовое покрытие на придомовой территории этих домов, а именно Новоселов 35 и 33, мы показывали в начале лета и даже отправляли обращение в госавтоинспекцию. На запрос отреагировали. Одну из выбоин засыпали щебнем. Как работает сервис, вы видите на экранах. Ямы к осени приобрели более масштабную угрозу для автомобилистов, поэтому люди и решают проблему, как говорится, кто чем может. Такие ямы могут стать достойной причиной оставить машину на стоянке и прогуляться пешком. Тем более, сегодня всемирный день без автомобиля. Как правило, эту экологическую акцию поддерживают тысячи городов и во многих странах. Как отметили ее в Рязани, знает Анна Герцовская. Во всемирный день без автомобилей в Рязани состоялось множество мероприятий. В парках прошли велопробеги, в образовательных учреждениях для детей были проведены лекции на тему экологии и необходимости соблюдения правил дорожного движения. В этот день сам мир просит остановиться и подумать о сохранении экологии и поддержании здорового образа жизни. Так что, может быть, начиная с 22 сентября для многих велопрогулка станет частью жизни. Поскольку такой вид транспорта считается одним из самых экологичных, представители администрации города Рязань в день отказа автомобилей также совершили велопробег. Колонну, которая проследовала в мемориальный парк на открытии соревнований по велокроссу, возглавила начальник управления по физической культуре и массовому спорту города Рязань Марина Кащеева. От имени и по поручению исполняющего обязанности главы администрации города Рязани Сергея Юрьевича Карабасова я вас всех приветствую. Хочу поздравить с замечательным праздником в жизни каждого человека. Вы своим примером показываете, что мы можем частичку вложить в экологическую ситуацию не только в нашем городе, не только в нашей стране, но и во всем мире. Зарядиться энергией и бодростью собрались велосипедисты разных возрастных групп. Но перед тем, как выдвинуться на старт, они прошли через небольшую разминку, согрелись на массовой зарядке, а также увидели выступление кандидата в мастера спорта по велотриалу. Старт был дан, и уже через несколько кругов определились победители. Как известно, направления в велоспорте бывают различными, как и сами велосипеды. И велопрогулка может быть не только полезной, но и интересной. А в случае рязанца Руслана Качаева еще и весьма неординарный. Молодой человек сам делает велосипеды. Примерно лет пять назад я увидел подобный велосипед и подумал, что хочется такой себе тоже. Посмотрел, где их продают, но они достаточно дорогие. Тут понятно, почему они дорогие. У меня появилась идея самому попробовать что-то такое собрать. Я, конечно, долго ковырялся, но вот этот велик я несколько лет собирал. Около трех лет Руслан переделывал этот велосипед, менял его длину, колеса. Модель становилась то выше, то ниже, поскольку молодой человек работал на глаз. Он получил хороший опыт и после этого создал еще шесть велосипедов для девушек, мужчин и детей. Такие байки обычно делятся по категориям. Лимузин – это удлиненная модель, лоурайдер – это низкопассажный велосипед и чоппер, который по стилю напоминает знаменитый мотоцикл. А конкретно этот велосипед сочетает в себе все три направления. Он совершенно необычный. Здесь за основу взята рама американская. Я ее немножко модернизировал, удлинил, сделал из... Она была изначально моделью чоппер, а стал лимузин. Я изменил немного руль, удлинил его, ребро жесткости сделал. Это седло вообще используется для барабанных тронов, вот, то есть, для барабанщика, когда барабанщик играет за остановкой, использовать такое вот седло. Вот. Ну, я там его, ну, придумал крепление, как бы, и уже установил сюда. На нем очень удобно кататься. Некоторые детали были привезены из Германии под заказ, а это пламя было сделано в Рязани с помощью лазерной резки. Кататься на таком велосипеде – одно удовольствие. Он достаточно тяжелый, и благодаря весу велосипеду придается хорошее ускорение. Сейчас в Рязани есть подобные велосипеды, но все они стоковые, выпущенные под определенным брендом в большом количестве. А Руслан создает так называемые кастом-велосипеды, отличающиеся своей уникальностью и неповторимостью. В них он вкладывает душу. Многие детали здесь выполнены вручную, а идеи их воплощения позаимствованы даже из 60-х годов. Анна Герцовская, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Многие, кто не послушал призывы колгов и не пересел на велосипеды в честь дня без автомобиля, уже утром пожалели об этом в пробке, которая парализовала движение на выезде из Прекского. Аварию, в которой перевернулся внедорожник, зафиксировали камеры видеонаблюдения. На видео видно, что автомобиль пытается проскочить с перекресток уже на запрещающий сигнал светофора. И в этот момент в него въезжает легковушка. От удара джип перевернулся. В аварии никто не пострадал. Имя лучшего лесного пожарного выяснили на всероссийском конкурсе. Своё мастерство показали 25 специалистов из разных уголков страны. Рязанскую область представлял победитель регионального этапа Владимир Земченко. О том, как тренируется спортсмен и чему научился у федеральных коллег, расскажет Галина Ершова. Лучший лесной пожарный Рязани вернулся со всероссийских соревнований. Владимир Земченко работает в Сараевском районе. Молодой человек доказывал своё мастерство уже трижды, выигрывая региональный тур конкурса и представляя наш город на федеральном этапе. На этот раз Владимир занял седьмое место. Когда первый год очень сильно, когда сильно волнуешься, что всё забываешь, некоторые прям мимо пробегают даже, грубо говоря, надо вот так бежать. А они по одной стороне, потому что выхолова уже настолько забиты. Ещё волнение, ещё физические нагрузки вообще люди иногда сами не понимают, что они делают. Конкурс включает в себя три этапа. Сначала участники должны ответить на 30 теоретических вопросов. Затем спортивное многоборье. На время нужно 30 раз отжаться, пробежать 100 метров и 8 раз подтянуться. В третьем туре нужно пройти полосу препятствий, которая имитирует ветровалы, лесосеки, заболоченную и труднопроходимую местность. Но намного сильнее участник. Все готовились намного лучше, чем вот, например, в прошлом году. Даже вот, например, в этом году у всех время где-то после полосы препятствий на минуту лучше. В тушении условного лесного пожара разрешалось применять бензопилы и мотопомпы, ранцевые лесные огнетушители. Однако техника нередко подводила участников. Вроде сделал всё правильно, как положено. Запустил двигатель, все рукава подсоединил, убегаешь к позиции, чтобы время сократить, чтобы не ждать пока. Стоишь-стоишь, а воды нет. Приходится бежать назад и устранять. Бывает отсоединиться, бывает по-всякому. Бывает запутаться рукав, люди с мотопомпами убегали, прям туда за собой утаскивали. На тренировочной базе установлена такая же полоса препятствий. Владимир Земченко занимается на ней каждый день. Отрабатывает элементы и навыки обращения с техникой. Его пожарную часть сформировали после катастрофы 2010 года. Тем летом он принимал участие в тушении торфяников в качестве добровольца. В тот момент я, например, ездил на машине, патрульеров возил людей. На УАЗе. И ночью патрулировали, смотрели, где щуки в загорании будут, помогали МЧСу. Всего в Рязанской области работают 240 лесных пожарных. Горячий сезон у них дважды в год – весной и осенью. Однако крупных пожаров не было уже давно. В основном молодые люди выезжают на тушение травы, а также помогают в тушении бытовых пожаров. Однако сейчас они вновь находятся в режиме повышенной готовности. Трава подсохла. В лесу очень много людей. Грибники, ягодники. Неаккуратное обращение с огнем. Бросил окуру где-то, развел костер неудачно. Все, получился пожар. Автоматические камеры патрулируют лес днем и ночью. В случае возгорания лесные пожарные приезжают на место менее чем за час. Однако они просят рязанцев проявлять бдительность. Ведь здоровье леса в руках каждого из нас. Рязанская область вошла в двадцатку регионов-лидеров, заняв 15 место среди субъектов по приверженности населения здоровому образу жизни. ЗОЖ и спорт стали основными вопросами и Межвузовской научно-практической конференции, которая сегодня прошла в нашем городе. Здоровье каждого – богатство страны. Именно так называется первая Межвузовская научно-практическая конференция. Прошла она в стенах Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова. Сегодня на конференции мы подводим итоги проекту «Здоровье каждого богатства страны». Это проект Ассоциации Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений, который предусматривает внедрение здорового образа жизни в наших медицинских вузах. На конференции собралось около 500 слушателей. Для каждого из них нашлась тема по душе. Анализ состояния здоровья от первокурсника до выпускника. Что мы должны знать о здоровом образе жизни – это только часть докладов. Узнать о пользе здорового образа жизни, как он влияет на студенческую жизнь, вообще как это можно совмещать с учебой, потому что для студента, по крайней мере для меня, это достаточно трудно. Узнать статистику сравнения вузов Российской Федерации, также с целью того, какие мероприятия, посвященные здоровому образу жизни, проводятся в нашей стране. Всего на конференции присутствуют делегации из 8 медицинских вузов страны – Москва, Волгоград, Красноярск. Представители этих городов собрались сегодня для обмена опытом. С каждого вуза приехали делегации, которые поделятся опытом в течение этого года, какие они мероприятия проводили, как они проходили, что удалось сделать, какие проблемы решали. Виктор Мандриков прибыл из Волгограда. Тема его доклада – это организация работы по охране здоровья студентов и сотрудников медицинского вуза. Во время его выступления будет продемонстрирована статистика за 10-летний опыт работы. Общая цель конференции, она в общем-то в названии «Здоровье каждого, здоровье страны». И, конечно же, молодые люди, особенно студенты медицинских вузов, они стоят на первом крае обороны за здоровье. Конечно, им уже в скором времени будет, ну, нужно бороться за здорового человека. Помимо докладов в Рязанском государственном медицинском университете имени Академика Павлова пройдут и «Зарядка с чемпионом». Это 10-минутный комплекс физических упражнений – первый шаг на пути к здоровому образу жизни. Ведь главная задача научно-практической конференции – это бороться за здоровье. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Окна, строящиеся многоэтажки в Рязанском микрорайоне Кольное, стали частью гигантского подмигивающего смалика. Каждую ночь там зажигается улыбающийся дружелюбный символ, который видно даже за пределами города. Над Рязанью зажегся гигантский смайлик. Этот заголовок впервые появился в начале недели. Об этом писали все новостные порталы города. Окна, строящиеся многоэтажки в Рязанском микрорайоне Кольное, стали частью гигантского подмигивающего смайлика. В социальных сетях тут же распространилась эта картинка. И посыпалось множество теорий и предположений. Поднятие настроения, шутка строителей или часть рекламной кампании. Один из комментариев под фото гласил. А мне понравилось. И настроение поднимает, и позитивом заряжает. Побольше бы в городе таких. Такой необычный смайлик на одном из домов каждую ночь включает компания «Капитал. Строитель жилья». И делает она это просто для поднятия настроения. Оно и понятно. Такая необычная картина для Рязани способна вызвать улыбку у любого водителя или прохожего. И тогда уже в городе точно станет всем светлей, а в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 23 сентября в Рязани откроется новый магазин одежды «Фамилия». Это первый магазин из этой сети в Рязани. Большой выбор товаров и одежда любого размера. Подробнее Валерий Седов. Крупная торговая сеть «Фамилия» открывает свой первый магазин в Рязани. 23 сентября ровно в 11.00 состоится торжественное открытие магазина «Фамилия» в ТРЦ «Премьер». Сеть «Фамилия» создана 17 лет назад и сегодня объединяет уже более 180 магазинов в разных городах России. «Фамилия» – это огромный выбор одежды для взрослых и детей, а также разнообразные аксессуары и товары для дома. В магазинах сети представлена продукция известных российских и мировых брендов. При этом стратегия «Фамилии» – помогать покупателям одеваться не только модно и качественно, но и выгодно. Недаром девиз сети «Бренды свободны от цен». Чтобы обеспечить выгодные цены для своих покупателей, «Фамилия» работает напрямую с владельцами брендов и фабриками по всему миру, закупая большие партии продукции. Новый магазин «Фамилия» откроет свои двери 23 сентября ровно в 11 часов в ТРЦ «Премьер». Жители нашего города, пришедших на церемонию открытия, ожидают яркое праздничное шоу, дополнительные скидки, сюрпризы и подарки. И на этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра. Мы подведем итоги этой недели. А пока хорошего завершения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Рязанским фондом Я сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом, в коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Сбербанком России и Рязанским фондом